Только спать привели с Валерой. Валера говорит, всё, мать, помирай. Я говорю, ты что, Валера, обозел в натуре, ни в коем случае не помирай. Мне ж на похоро надеть нечего, у меня ни одного траворного платья нет. Чё, тебя лох? Отношь мне хорошо, не мог бы зимой помереть, я бы в норковой шуме как красиво бы смотрелась. Валера, ну шо ты стонешь, мне ещё траворную прическу надо сделать. Ну что сказать, муж первый раз помер, а я как во худро буду стоять. Ну что ты, хочешь испортить Жене праздник? Валера, не стони, не стони, ладно, ладно, я тебе сделаю всё по большему разряду. Валера, тебе какую музыку на похоронах заказать? Чё, из фильма Титаник? Ну ты ж сказал, ты ж не утопал, давай лучше оркестров, артистов, пусть они тебе споют по-народному, так будьте здоровы, живите богато. Валера, а после твоих похорон, сколько мне быть ещё в трауре? Три часа хватит? Валера, ты не волнуйся, я тебе всё сделаю по высшему разряду. Кровь тебе металлические закажу, чтобы твои корешки там не достали, чтобы тебя из-под земли не достали. Валера, не волнуйся, я тебе ещё дам обильник, возьмёшь с собой его, до места доберёшься позвонишь, чтобы я не волновалась. Ну, миллион баксов тебе в гроб положу, но не хватит, займёшь там у кого-нибудь. Валера, ну хорошо, ну хорошо, ну ладно, я тебе памятник сделаю из мрамора, с двумя растопыленными пальцами, так пальцы у тебя будут. Ну, будешь лежать под своим любимым деревом, под пальмой, а на память будут птички петь. Чё, не хочешь птичек? Ну, пусть наша соседка, соседка поёт, а она так поёт, что мёртвого разбудит. Ну и всё, пошла я готовить бахарана. Возвращаюсь, смотрю, Валера стоит на кухне, пиво дует. А? Ну не козёл же, а? Я уже венки заказала. С надписью, гада, не забуду, Валера подлеца. А я ему говорю, Валера, я уже весь город обзвонила, сказал, что ты от нас ушёл. Он говорит, теперь позвони, скажи, что я вернулся. Я говорю, Валера, ну ты меня разыграла, но я всё равно тебя люблю, Валера.